Приветствую, меня зовут Аня Игонян, это наши регулярные подкасты на CivilNet. Сегодня со мной Наталья Голик, владелец СММ-агентства. Привет, спасибо, что позвали. Привет. Ты оказалась в Армении, почему уехала, мы примерно догадываемся. До того, как начался эфир, ты мне рассказывала про свой опыт апокалиптического какого-то там в Краснодаре, да, ты это видела. И что ты об этом думаешь? Ну, что я об этом думаю? В феврале, первую неделю февраля, я находилась, наверное, в каком-то шоке, просто сложно было вообще что-то сообразить. И первая рациональная мысль пришла от моих детей. У меня взрослые дети, девочки-близнецы, им 23 года сейчас, и они обе, одна уже закончила к тому времени высшую школу экономики в Москве, а другая готовилась сдать диплом, вот она, собственно, сдала месяц назад, защитила. Вот, и они сказали, что, мам, мы не хотим жить в России. Ну, такие вот непатриотичные детей, таких я воспитала, к счастью, наверное. Вот, и это была первая рациональная мысль. Они сказали, что, ты знаешь, у нас вот парни наши, вот мы не хотим, мы там айтишники, вот нам предлагают релокацию. И четыре страны на выбор, была Сербия, Молдова, Мексика и Армения, вот конкретному человеку, да, парню моей дочери. Вот, а в это время мне уже подруга звонила из Грузии, говорила, что мы тут в Бишкеке, нас застало вот это сообщение, ребята, катались на бордах, там в горах, и мы решили не возвращаться. Мы вот в Тбилиси, может быть, ты типа с нами. И у меня так Кавказ-Кавказ в голове, такая, думаю, ну окей, и дочери, говорю, ну может быть, вы увидите всё-таки, а не Сербию хотели. Говорю, не Сербию, а Армению, и мы как-то вместе будем. Потому что у меня была просто мысль, как-то надо быть вместе. Просто в это время надо быть вместе. Вот, это всё оформилось, и мы спокойно начали собираться. У меня включилось, наверное, что-то рациональное, и мы потратили вот примерно три месяца, мы улетели 1 июня на, не знаю, там, опостили документов на всякий случай. Хотя, ну, это нужно для эмиграции, которую мы пока не планируем. Но мы пока вообще ничего не планируем. То есть на сдачу квартиры, там, на завершение каких-то дел. Медикал-чек я сделала полный, узнала о себе много нового. Вот, и прошла большая профильная выставка в моей сфере, в мае, и как бы я завершила какую-то часть дел. И мы сюда уехали, и я понимаю, что мне всё равно придётся пару раз в год возвращаться в Россию, хотя бы на выставке. То есть это, я не могу назвать это эмиграцией, мне сложно вообще дать этому определение, понимаешь? Беспрецедентно как-то. Это настолько, да, такого не было, ну, ни с кем из нас, в нашем поколении такого не было. И, ну, при этом обращаться к опыту бабушки, там, пережившей, да, определённые события 40-х годов, тоже бессмысленно, это вообще другое. Я не хочу даже параллели проводить, потому что это, ну, тогда мы просто скатываемся в бездну, в какое-то отчаяние. Вот. Ну, вот так. Ну, ты продолжаешь работать на Россию, да? Я продолжаю работать, быть, как бы, владельцем своего агентства, своего маленького бизнеса. Вот. Клиенты у нас все в России, и поскольку мы работаем с агросферой, клиенты привязаны к земле. То есть это не то, что, да, какой-то такой бизнес, который раз IT взял и уехал. Нет. Вот. Вот. И сотрудники мои, и мой партнёр, совладелец, они находятся в России, в разных частях её, потому что мы образовались вообще наше агентство в начале 21-го года, после пандемии. Мы не привязаны, у нас не было никогда офисом, мы не привязаны ни к какой локации, все в разных городах. Там у меня Красноярск, Оренбург, Нижний Новгород, в общем, все разные города, Питер и так далее. Вот. И, по сути, введение бизнеса ничего не поменялось, ну, с точки зрения, там, организации. То есть каждый сидит за своим компом, я сижу с компом в Ереване, и пока всё нормально, пока. Так удивительно как-то получилось, что весь бизнес стал непривязан, сколько я уже слышу людей, непривязан к какой-то местности. Все стали вынуждены путешествующими. Ты знаешь, я думаю, что пандемия в этом сыграла свою хорошую роль. Мы стали просто понимать, что мы можем работать каждую себя дома. В этом есть свои недостатки, иногда хочется банального тимбилдинга, знаешь, иногда хочется банально встретиться у кофемашины и поболтать ни о чём, и при этом о чём-то. Потому что я работала 15 лет в очень крупной компании, ну, американской в России, вот, и там была определённая офисная культура, очень крутая. Вот, мы были хорошей командой, и я понимала, что есть в этом ценность, работать вместе в офисе, но сейчас этого нет. Ну, работаем в предлагаемых обстоятельствах. Ну, может быть, ещё что-нибудь организуется, кто его знает. Вполне возможно, ты знаешь, я когда думала вообще о переезде сюда, когда уже вот были куплены билеты, там, планы, все, я поняла, что мне очень хочется связаться с людьми в Ереване, которые находятся в такой же ситуации, как я. И, честно говоря, первый раз в жизни я такое ощущаю, какую-то вот принадлежность и желание объединиться с кем-то, понимаешь? Потому что я жила последние три года в Москве, я из понаехавших москвичей, вот, но никогда у меня не было желания, позыва какого-то, знаешь, да, вот, в какой-то группе принадлежать. Всегда были друзья, семья, родственники, а сейчас, получается, нас как бы вырвали, да, есть тут двое детей, там, их какие-то друзья, небольшая компания, и всё. И я поняла, что, блин, как будто не хватает какой-то команды, что ли, социума. Социализации. Да, 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 и началось это, наверное, с Инстаграма, я стала смотреть паблики, нашла Green Green, такая, пришла на субботник, познакомилась с интересными людьми, и, ну, и вообще, вот, экоактивизм, раньше как-то я в этом особо не участвовала, а в Ереване, блин, прям хочется, реально хочется прибраться, ну, правда, потому что, ну, Москва, она же вылизанная вся, там, шампунем моют пару раз в год, даже вот во дворе асфальт, вот, и ты, когда поживёшь в ней, понимаешь, что, блин, как это классно, реально, когда чисто, когда разделенный сбор мусора, вот, а здесь шикарное озеро, да, или водохранилище, вот, как это правильно называется, и оно всё в мусоре, и люди не могут там отдыхать, вот, вспомни парк Горького, да, ну, окей, там нельзя купаться, Ну, там вот так классно, я так вот, блин, по этим местам скучаю, что хочется здесь что-то такое сделать, пусть хоть чуть-чуть, но вот, чтобы получше было Я, на самом деле, считаю, что это так может пафосно прозвучать, но мне кажется, что сейчас самые патриотичные и порядочные люди находятся за пределами России Всё-таки такое немножечко звучит пафосно, как я уже сказала, но кто смог, тот уехал, и поэтому я не удивлена, что кто-то вот приезжает в Армению, он хочет прибраться, кто-то хочет лекции бесплатно организовывать, и то, и всё, и пятое, и десятое И все говорят в один голос, что здесь социализация, что здесь есть армянский народ очень социальный и очень открытый Ощущаешь ли ты это на себе? Да, конечно Во-первых, я встретила этот Новый год в Ереване Я вообще не думала о том, что я сюда перееду, просто так получилось Вот, я выбирала себе локацию, где вот реально первая жизнь, и вот просто одной встретить Новый год Ну, так вот у меня по жизни получилось Вот, и я ткнула буквально в авиасейлс, вот куда там улететь, и это был Ереван Я провела здесь десять дней, мне очень понравилось, я завела друзей Демо-версия Еревана у тебя была? Да, это была, серьёзно, да, это была демо-версия, блин, вот как Новый год встретишь, да? Вот, так получилось, и мне, конечно, очень понравилась и культура, я знала, что это одна из древних мировых культур Ну, была на паре экскурсий, ещё больше прониклась, поняла, что тут вообще бездна какая-то культурная, реально И очень классные люди, правда классные люди Вот, и ты знаешь, вот, ну, хочу вернуться к твоей реплике по поводу порядочных людей в России Я думаю, что уехали, а, порядочные, и из них те, кто смог, потому что огромное количество Да, да, давай будем справедливы к людям, которые остались Огромное количество порядочных людей по каким-то причинам не смогли, и не нам их судить Вот, но то, что уехали, те, кто уехали, конечно, очень активные люди, потому что они смогли уехать, да, они такие мобильные Возможности, у них есть возможность ещё Да, у них есть возможность, они, наверное, более активной позиции придерживаются, потому что они решились Ну да, у меня знакомая есть, у которой там дети, они не могут уехать, хотя они осуждают происходящее Совершенно верно, да, ну, для меня было, знаешь, очень важно вот это единство того, что ты декларируешь и то, о чём ты думаешь А невозможность декларировать или выражать, да, вот это вот что-то в России сейчас она абсолютно чётко есть Нулевая, да Да, а я, чтобы ты понимала, родилась при Брежневе и в школу ходила уже, когда вот мёрли все вот эти правители, друг за другом была гонка на лафетах Вот, но я помню, что и ещё там, ну, перестройка, было какое-то время, я ходила в школу, и мы понимали, что в школе говорят одно, а дома другое И вот эта вот тошниловка от вот этой двуличности, она сейчас опять начинается, и это так, так тяжело вот к этому возвращаться, невероятно просто Это, знаешь, у меня возникло ощущение, что это так, нам дали глоток свободы и сразу же отняли его Ну да, да, в общем, да, да, 90-е Да Совершенно верно И очень недолго, и сейчас, ты, может, слышала, говорят, оттепель 90-х, то есть 90-е называют оттепелью Это очень жалко То есть это какое-то переосмысление того, что насколько краток был этот период, и насколько опять вот это всё в зиму возвращается Ну, может быть, да, дай бог, что они неправы, да, кто так говорят Сколько продержится эта власть, тоже, как такой вопрос, непонятный, непонятный Ну, тем не менее, мы сейчас здесь, и ты на Новый год загадывала желание? Блин, я не помню Сбылось? Честно, я не помню Ну, ты знаешь, я подозреваю, какое я загадывала желание Не то, чтобы оно сбылось, но, наверное, сбудется в Ереване Потому что здесь сейчас больше шансов, что оно сбудется Угу Тут как-то, знаешь, интересно, центры сместились Если раньше центры были, там, Москва, Питер, Европа То есть сейчас центры сместились совсем на периферийные какие-то страны Да Всё меняется так Очень интересно, да, да, да И причём очень быстро меняется, непонятно, Киргизия Вот кто-то там конференции собирает в Киргизии В Казахстане В Казахстане, да, да, да Мне люди пишут в Инстаграме, что-то там про квартиру в Ереване А у нас вот в Казахстане, вот в Алматы постолько-то квартир У нас подешевле, приезжайте к нам Да, да, да И какая-то сеть появилась по всему миру, как диаспора Ну, как 1922 год Всё повторяется History repeated itself Вообще, да, 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 жуть Я, у меня есть один клиент из Питера И мы, когда приезжаем к нему, нас селят в гостиницу, в которую клиент привык селить своих контрагентов Она выходит на набережную, от которой в 1922 году уходил философский теплоход Или проход вот этот философский, где был Бердяев и вот все прочие философы И это известный факт, о котором сейчас вот массово вспоминают Так что-то падают наушники Вот, и я, это была осень Вот сюда Осень и зима прошлого года И, естественно, не ожидая ничего, я ходила, фотографировала этот там памятная такая Как монумент такой невысокий стоит на набережной Невы Про этот философский пароход Думала, что вот-вот люди же вот уезжали в эмиграцию Ну да, как это происходило в 20-х годах, а вот как А вот как, ровно сто лет назад Удивительно, да? Но, конечно, скучаешь по России, да? Скучаю, скучаю Я в последнее время перестала скучать по Москве, потому что Ереван стал очень активно исполнять мои желания Круто У тебя нет такого? Очень круто Ты знаешь, да, похоже, да Я нашла квартиру постоянную, то есть какое-то время у меня прошло в поисках Я нашла квартиру, и у меня с балкона виден арарат Я никогда не жила выше третьего этажа, а это этаж шестой И я выхожу каждый раз утром, открываю занавеску, и у меня вот, вот такое вот Каждый день И мы с араратом играем в прятки Прямо я так открываю, а он виден или нет? Вот сегодня не видно было, а вчера был виден Как ты думаешь, ты могла бы стать патриотом Армении? Я не знаю, для меня слово патриот вообще вот такое сложное понятие Я все-таки склоняюсь к тому, что я патриот России вот в другом смысле Не в том, в котором сейчас говорят патриоты Я люблю свою родину, я люблю свой язык Большинство людей, которых я люблю в жизни, считаю своими близкими по духу Они живут либо жили в России Армения, у меня нет ощущений, знаешь, что я вот прям стану совсем своей, интегрируюсь И может быть оно и не нужно Но Армения, это как друг хороший Вот ты к нему не придешь и не ляжешь на постель без разрешения Ты с ним встретишься в каком-то удобном для вас обоих месте Вы поговорите о вещах, которые вам обоим интересны Вы не будете без спросу лезть друг к другу в душу и в жизнь Но вам будет вместе классно Вот с Арменией, я думаю, у меня так Классно Спасибо тебе, что пришла с нами И на этой прекрасной ноте, дружественной ноте Мы закончим рубрику Я пожелаю тебе, чтобы Армения продолжала с распростертыми объятиями принимать тебя и твою семью Аня, спасибо большое и тебе того же Спасибо большое Пусть у нас все будет хорошо Да, это важно С вами была Аня Ягонян и моя рубрика на Севилнете Следите за подкастами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...